Ксения Мишкина, 15-летняя школьница из Десногорска, вернулась из экспедиции на Северный полюс. Девочка оказалась в числе 68 самых талантливых ребят из разных регионов страны. Это стало возможным благодаря активному участию Ксении во многих конкурсах проекта «Школа Росатома». Это было летом, это было в конце июня. Я находилась в школе, и мне говорят, что Ксюша, тебя срочно вызвали к директору. Я поднимаюсь, и Раиса Ивановна говорит, Ксюша, поедешь на Северный полюс? И у меня такой ступор, я вообще не понимаю, что, как. Она говорит, ну нужно срочно, нужно подавать документы. Ну я, конечно, конечно, я поеду, от такого просто невозможно отказаться. Пресс-конференция вызвала большой интерес у десногорских школьников. В уютном актовом зале не было свободных мест. Послушать юную полярницу пришли ученики всех четырех школ города. Свой рассказ о поездке Ксения сопроводила демонстрацией видеоролика и собственной видеопрезентацией. Впечатлений у девочки оказалось на целую книгу. Она рассказала об атомном ледоколе «50 лет победы» и его капитане, о своем знакомстве с известными людьми и ребятами из самых разных уголков России. На вершине планеты девочка развернула флаг Лесногорска, а также встретила свой день рождения. Я хочу выразить вообще огромную благодарность и комитету нашего города. И, не знаю, меня, конечно, не услышат, но всему Росатому и школе Росатома за то, что они организуют такие проекты, в которых человек может проявить себя. Далее было множество вопросов и от ребят. Школьники спрашивали об условиях пребывания на атомном ледоколе, интересовались особенностями уникальной природы Арктики. После мероприятия дети не скрывали своих впечатлений. Многие из них заинтересовались проектом школы Росатома и захотели повторить путь Ксении Мишкиной. Мне действительно стало интересно, я заинтересовалась школой Росатома, и я захотела поучаствовать в некоторых конкурсах. Я очень хочу постараться повторить достижения Ксении Мишкиной и тоже побывать на Северном полюсе. Ксения же, в свою очередь, призвала своих сверстников ставить перед собой цели быть максимально активными и открытыми. Я сама была тем человеком, который лишний раз боялся куда-то лезть. Но когда я побывала вообще на Северном полюсе, я поняла, что все это стоит того и важно доносить до людей, то, что это нужно, это интересно, это развивает человека. История Ксении Мишкиной – это яркий пример того, что стремление и неустанный труд делают чудеса. Нужно мечтать и упорно идти к своей мечте, и тогда невозможное сегодня станет возможным завтра. Виталий Волков, Александр Ерофеев, Владислав Полоскин, Весна-ТВ. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...